Здравствуйте, уважаемые зрители! Запад столицы невозможно представить без такого района, как Раменки. Он раскинулся на площади 18,5 квадратных километров и является пятым по размеру в Москве, уступая лишь метрогородку, Южному Бутову, Ясеневу и Молжаниновскому. Похож по площади на такие районы, как Печатники, Внуково и Строгино. Район собрал в себе половину видов Москвы, которые мы привыкли видеть на открытках и календарях. Своё название получил от одноимённой деревни Раменка. Рамень означает «старый высокий хвойный лес», окружающий возвышенность в виде рамки. В старину на территории было несколько сёл – Раменки, Воробьёво, Троицкое Голенищево, Слобода-Потылиха, Каменная Плотина и деревня Гладышево. Местность известна мельницами. Связано это с тем, что извилистую реку Раменка и рельеф было удобно использовать для строительства мельниц и кирпичных заводиков. Раменки образованы в 1995 году. В 1997 к нему присоединили район Мосфильмовский, а в 2002 – территорию МГУ. Граница района с севера проходит вдоль третьего транспортного кольца и набережной Москва-реки. С юга – вдоль парка имени Пятидесятилетия Октября и улицы Лобачевского. С запада – по колее Киевского направления МЖД. С востока – вдоль проспекта Вернадского. Численность населения района составляет 142 тысячи человек. По плотности населения в Москве занимает 102 место и в то же время 5 по площади жилого фонда, то есть заселен крайне неравномерно. Многолюдные жилые кварталы граничат с обширными лесными и парковыми территориями, которые заняли около третьей площади района. В районе находятся пять станций метро – Университет, Воробьевы горы, Ломоносовский проспект, Раменки и Мичуринский проспект. В 2021 году по плану замкнут Раменский участок Большой кольцевой линии станции Мичуринский проспект. На территории района также функционируют платформы киевского направления МЖД – Матвеевская и Москва-Сортировочная Киевская. Основными автомагистралями района являются Ломоносовский проспект, Мичуринский проспект, улицы Мосфильмовская, Минская, Лобачевского и проспект Вернадского. Построенный южный участок северо-западной хорды позволил разгрузить транспортный узел на пересечении Аминьевского шоссе, Мичуринского проспекта, улиц Дорохова и Мосфильмовской. Новая трасса позволила ускорить движение и уменьшить пробки. Путь до центра города общественным транспортом или на автомобиле не займет более 20-30 минут. До МКАД – 15 минут, а до любого ближайшего парка – 10-15 минут. По мнению редакции «Комсомольской правды», Раменки заняли пятое место в рейтинге районов Москвы по экологичности в 2020 году. По розе ветров воздух чаще поступает с запада. Район находится на границе зеленого клина. К тому же оказался в своеобразном водном кольце. С одной стороны Москва-река, а с другой – Сетунь и Раменка. В Раменках нет промышленных предприятий. Четверть территории – это зеленая зона. В нее входит государственный заказник Воробьевы горы, площадь которого около 135 гектаров. Ландшафт склона изрезан глубокими оврагами и зарос широколиственным лесом. На территории можно найти три пруда, а также несколько родников. К смотровой площадке прилегает университетский городок МГУ с большим газоном и ботаническим садом университета. С северо-запада зеленой стеной Раменки защищает природный заказник долины реки Сетунь, в котором зарегистрированы 14 видов растений и 11 видов животных из Красной книги Москвы. Южный край района проходит через одну из самых крупных лесопарковых зон на юго-западе Москвы – парк 50-летия октября. Он раскинулся на территории 103 гектара на берегу реки Раменки. В парке есть скалодром, скейт-парк, каток, площадка для детей с ограниченными возможностями и еще 14 детских, 13 спортивных площадок, комната матери и ребенка, шахматный домик и детский клуб. На улице Мосфильмовской расположен первый в России гольф-клуб. Его территория составляет 17 гектаров зеленого газона. Недалеко от Мосфильмовской улицы и от концерна Мосфильм находится Мосфильмовский пруд, оборудованный лавочками, детскими площадками, вело- и беговыми дорожками. Идеальную картину, по отзывам местных жителей, нарушают лишь соседство с Очаково-Матвеевским районом, где разместились крупные промзоны города. При определенном ветре может ощущаться запах гари, битума и серы. Инфраструктура района развита. Здесь есть все для комфортной жизни. Банки, кафе, аптеки, магазины, фитнес-клубы, 4 торговых центра. В районе достаточное количество образовательных учреждений. 10 государственных и 12 частных детских садов. 14 государственных школ и 2 частные. 2 лицея, 1 гимназия. Из учебных заведений стоит отметить школу-интернат при МГУ. Система обучения в учебном центре близка к университетской. Школа юных политиков номер 1306 реализует обучение по системе международного бакалавриата. Активно участвует в различных городских, общероссийских и международных проектах. Хорошо развита система дополнительного образования. Ботанический сад МГУ предлагает детские занятия по ботанике. Есть центры творческого развития, семейные центры, детская балетная, музыкальные и театральные студии, школа программирования. Для любителей спорта гольф-клуб, мотоцентр, физкультурно-оздоровительный комплекс, баскетбольный клуб, школа футбола. Ведущие вузы страны сосредоточены на территории района. МГУ – Всероссийская академия внешней торговли. Или рядом – это МГИМО, РГУ нефти и газа имени Губкина, РУДН, РАНХИКС. Среди главных достопримечательностей Раменок – старинный храм живоначальной Троицы в Троицево-Голенищеве, история которого восходит к XVI веку. Храм живоначальной Троицы на Воробьевых горах. Ботанический сад МГУ и киноконцерн Мосфильм. В районе действует культурный центр МГУ, дома культуры, выставочный зал галереи Раменки, центр семейного чтения и досуга. Среди 129 районов Москвы по уровню цен за квадратный метр Раменки разместились на 15-й строчке вместе с Гагаринским и Ломоносовским со средней стоимостью метров 253 тысячи рублей. Обзор Ломоносовского района также есть на нашем канале. Приближенные к центру части Раменок преобладают Сталинки и Хрущевки. В восточной части района распространены кирпичные дома, в западной в основном монолитные и монолитно-кирпичные. Южнее территории МГУ много ведомственных кирпичных зданий, где в свое время получали квартиры преподаватели университета и сотрудники научных институтов. По адресу Довженко, дом 6, находится необычный круглый дом. Он построен в виде кольца. Таких домов должны были построить пять к Олимпийским играм 1980 года, но проект оказался дорогим, и в итоге построили только два – Данный и в Матвеевском районе. Дом расположен недалеко от студии Мосфильм. В нем проживали Савелий Краморов, а также пара кинорежиссера Эмиля Латяну и актрисы Галины Беляевой. Стоимость квадратного метра в круглом доме – от 260 до 320 тысяч рублей. За последние 15 лет на территории района были снесены десятки старых домов. На их месте построили новые жилые здания, в основном комфорт и бизнес-классы. Кратко о более известных ЖК в районе. Комплекс «Золотые ключи» упоминают в качестве первого элитного ЖК в Москве, построенного в 1998 году. Стоимость двухкомнатной квартиры площадью 126,5 квадратных метров – 70 миллионов рублей. ЖК «Монолит» на улице Косыгина, дом 19. Построен вне классической стилистики, оформлен элементами классической архитектуры. Парадный вход поддерживают четыре греческие колонны. Фасад украшен барельефами и пилястрами. Комплекс входит в число самых престижных и презентабельных зданий в столице. Двухкомнатная квартира площадью 123 квадратных метра обойдется в 160 миллионов рублей. ЖК «Шуваловский» – это благоустроенный жилой квартал с хорошо развитой инфраструктурой. Построен в стиле сталинского ампира. В комплекс входит семь жилых многосекционных корпусов переменной этажности – от 8 до 24 этажей. Находится на пересечении Ломоносовского и Мичуринского проспектов и граничит с территорией Московского государственного университета имени Ломоносова. На территории ЖК работает Шуваловская школа номер 1448. К обучению допускаются только дети, имеющие прописку в ЖК. ЖК «Доминион» – расположен по адресу Ломоносовский проспект, дом 25. Занимает пространство общей площадью 15 гектаров с максимально благоустроенной жилой зоной. К минусам можно отнести близость вечерних пробок, что осложняет подъезд к комплексу. Долина Сетунь – стильный фешенебельный комплекс с видом на поклонную гору. Квартиры с необычными планировками, каминными залами и панорамными окнами в пол. Элитный небоскреб имеет собственный выход в парк с прудом. Недостатком является близость шумных дорог и сквозняк на детских площадках между корпусами. ЖК «Воробьевы горы» – это квартал, расположившийся на берегу Мосфильмовского пруда, в самой высокой точке Москвы, 300 метров над уровнем моря. ЖК «Снегири-Эко» – это малоэтажные особняки вблизи природного заказника долины реки Сетунь и парка Победы. Первая линия смотрит на Мосфильмовский пруд. Цена зависит от близости к пруду. В нем нет квартир площадью меньше 99 квадратных метров. В пешей доступности нет крупных супермаркетов. Воробьев дом – это жилой комплекс с квартирами, апартаментами и пентхаусами с террасами. Расположен рядом с природным заказником Воробьевы горы. ЖК «Река» – находится на границе природной территории долины реки Раменки. Дом с террасами, панорамными окнами в пол, угловым остеклением, ванные комнаты с окнами. У дома есть приватный двор-сад и ландшафтный парк, которые создают загородную атмосферу. Сдача комплекса планируется на четвертый квартал 2021 года. ЖК «Хайт» – это три 40-этажных небоскреба с высотой этажей по 3,5 метра. Великолепные видовые пентхаусы. К недостаткам можно отнести близость ТТК и железной дороги. Комплекс сдадут в первом квартале 2023 года. ЖК «Дом на Мосфильмовской» состоит из двух небоскребов современной архитектуры. Минусом является то, что через весь комплекс проходят линии электропередач. ЖК «Дипломат» представляет собой пятисекционный дом бизнес-класса с потрясающими видами на МГУ и парк 50-летия октября, который находится через дорогу. В соседнем с ЖК «Дипломат» доме серии P44 стоимость квадратного метра однокомнатной квартиры с видом на парк – 289 тысяч рублей. ЖК «Небо» – это три 52-этажных небоскреба на Мичуринском проспекте. Минусом является то, что в километре находится ТЭЦ-25, самая крупная в Москве, и «Роза ветров» на комплекс. Сдача в четвертом квартале 2020 года. «Счастье» на Ломоносовском – это 13-этажное здание с однокомнатными и двухкомнатными квартирами, площадью от 68,5 до 121 квадратного метра. Преимуществом являются окна в пол, кухни с окном в зоне готовки, спальни с приватными ваннами. Срок сдачи – четвертый квартал 2021 года. ЖК «Настоящая» – образует два обособленных квартала с двумя гектарами ландшафтного двора парка. Срок сдачи запланирован на 2022 год. ЖК «Крылья» – проект бизнес-класса в виде трех изящных башен. Из минусов – близость железной дороги. Срок сдачи – первый квартал 2021 года. ЖК «Вестгарден» – жилые корпуса представлены двумя кластерами – «Риверлайн» и «Парклайн». Квартиры редких форматов. Собственный выход к набережной реки Раменка. Сдача в первом квартале 2022 года. ЖК «Огни» – самый доступный проект комфорт-класса в Раменках. Первый корпус дадут в начале 2021 года, второй – в конце 2022 года. По мнению ряда экспертов, район Раменки является переоцененным. Но рынок определяется взаимодействием покупателя и продавца. И судя по количеству предложений на продажу и срока экспонирования квартир, можно сказать, что на сегодняшний день покупатели считают цену в 250 тысяч за метр вполне адекватной. В основе лежит не раскрученность бренда Раменки, а набор объективных положительных характеристик района. В следующем обзоре рассмотрим район, который в три раза меньше, чем Раменки, и одинаковый с ним по цене. Это «Гагаринский». Продолжение следует...